Ямальцы формируют предложение для проекта стратегии развития малого и среднего предпринимательства в России. Соответствующие инициативы обсудили накануне на окружном заседании. Его участниками стали представители бизнес-сообщества, органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также некоммерческих организаций, выражающих интересы предпринимательства. С докладом о проекте стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года выступила директор окружного департамента экономики Светлана Гусева. Стратегия предусмотрена, что будет реализовываться в три этапа. Первый этап – в 2016-2018 годы. Будет в этот период решаться задача по снятию имеющихся ограничений в сфере развития предпринимательства. С 2019 по 2025 годы вся государственная политика поддержки развития малого бизнеса будет ориентирована на обеспечение устойчивой динамики сектора малого и среднего бизнеса. А в заключительный период времени с 2026 по 2030 годы сектор малого предпринимательства должен достичь лидерства в отдельных сферах деятельности уже даже на мировом уровне. Ямал выступил с инициативами компенсации затрат субъектов малого и среднего бизнеса, работающих в районах Крайнего Севера, возмещение транспортных расходов, повышение конкурентноспособности выпускаемой продукции и рядом других предложений. Кроме того, участников совещания проинформировали о предстоящем федеральном статистическом наблюдении за деятельностью малого и среднего предпринимательства на территории округа. В 2016 году планируется обследовать порядка 17 тысяч индивидуальных предпринимателей Ямала. Итогом исследования станет определение перспективных направлений развития бизнеса. Одним из важных шагов в поддержке малого и среднего предпринимательства стало решение Минэкономразвития не повышать размер коэффициента дефлятора по единому налогу для субъектов малого и среднего бизнеса. Таким образом, налоговая нагрузка не изменится. Уточним, что коэффициент дефлятор – это ежегодный устанавливаемый на календарный год коэффициент, учитывающий изменения потребительских цен на товары, работы или услуги. В Российской Федерации в предшествующем периоде.